всем огромный привет дорогие мои любимые зрители и сегодня мы с вами отправляемся знаете куда это икея и посмотрите как в аэропорту нужно пройти по вот этим лабиринтам отстоять в очереди обязательно в маске и только тогда вы попадете в икею перед самым закрытием на пандемию я снимала в икее кухни и обещала вам смонтировать это видео этот влог но так и не дошли у меня до него уроки поэтому я подумала что уже теперь это и не актуально и по новой смотрим новинки хочу сказать что видео сегодня будет интересное довольно много новинок я обнаружила вот кстати пошив из ткани языке раньше я этого не видела может это и было но как-то мне на глаза не попадалось идем по длинному коридору вот такие разметки и наконец попадаем в икею никакие кафе рестораны в тот день не работали еще сейчас может быть уже кстати открылись и вот первая новинка вот такое вот кресло диванчик на двоих очень симпатичные в таком типичном скандинавском стиле кресло я сначала думала она металлическое такое но оказалось что вот эта сетка из ткани из какой-то прочной ткани стильно модно молодежно ну а вот такие вот здоровенные кресла обтянутые натуральной кожей выглядят на мой взгляд уже как-то достаточно старомодно и не актуально вот но тем не менее это классика они конечно безумно удобные и наверное наверное найдется очень много людей которым они понравятся мне как-то ближе уже симпатичнее более легкие модели вот вроде этих как видите они в разных цветах обязательно есть натуральный цвет очень симпатичный я не поняла это табуретка столик такой еще и вниз можно положить что-нибудь например ноутбук кресло качалки такие как плетеные я присматриваю себе хочу что-нибудь из этой серии купить не обязательно в икее но в икее я тоже смотрю мониторю столик который мне кстати давно нравится единственное что мне не нравится это то что он очень узнаваемый он абсолютно у всех есть часто встречается диван из искусственной кожи поэтому стоит вот подешевле даже кресло или столько сколько то кресло кожиное давно я присматриваюсь вот таким столиком сыну я купила уже такой себе тоже вот присматриваю на колесиках такие видите очень интересные что-то вниз можно положить сверху как поднос маленький столик мне кажется раньше у них не было такого маленького был только большой вот такой моей подруги финляндии такой стол она всегда мне говорит марина целая проблема что вот туда класть ну то есть вот в эти ящики должно быть как-то эстетично красиво якобы это все можно менять и кибаны но в общем в конечном итоге это оборачивается головной болью что же именно туда положить а вот в такие корзины столики можно класть например подушки диванные если вы их в данный момент не используете или хотите поменять цветовую гамму ну а сейчас мы посмотрим с вами варианты для небольших квартир квартир студий которых в последнее время стало очень много и в петербурге в том числе это квартиры небольшие площадью 20 24 26 30 квадратных метров здесь на едином пространстве желательно уместить максимальное количество вещей при этом чтобы интерьер был приятный стильный современный кухня и комната представляют собой единое пространство ну как я уже говорила квартира-студия и я заметила что наша икея вот я снимаю в икее дебенко очень много разработано таких именно образцов создания интерьера в небольших пространствах и очень много конечно же в икее удобных элементов мебели декора всевозможных приспособлений шкафчиков сервантиков мне кажется это видео будет полезно тем кто сейчас занимается планированием интерьера в том числе для хранения прекрасный такой металлический стеллаж повыше пониже показано как можно установить коробки все желательно чтобы было прозрачным для того чтобы видеть что где спрятано мне очень понравился вот этот узкий стол я собственно хочу предложить его сыну он не больно то соглашается мне нравится что он узкий также мне понравился вот этот ящик на колесиках он достаточно высокий именно в него можно складывать например подушки все те же пресловутые подушки декоративные диваны у меня их очень много я их меняю но встает вопрос куда складывать те которые в данный момент не задействованы кстати вот такие вот шкафчики под покраску я купила еще в прошлом году аж целых два до сих пор у меня не дошли руки их даже распечатать но ничего скоро мы это сделаем и замутим мастер-класс вот новинка тоже раньше я не видела система хранения шкафы такие пакс с таким типом застекления то есть у них есть такое мутно-белое молочное стекло но вот именно такого как будто с сеткой внутри раньше я не видела это что-то новенькое также я не видела раньше вот таких полок сколько ни была в окей вот таких не видела они металлические и вот их можно применять как раз для декорирования чего-то то есть вы ставите и меняете композиции ну а это стол как я купила своему сыну такой знаете стол он же этажерка на колесиках и у него это стоит на балконе то есть сейчас он очень много времени проводит на балконе и это хорошая хорошая подставка для всех его гаджетов и кофе все можно установить на трех полках вот обратите внимание такое панно оно состоит из небольших квадратов зеленых растений примерно 30 на 30 по моему сантиметров как вы относитесь к таким панно к этим искусственным таким растениям сегодня мы с вами кстати посмотрим и проанализируем этот момент который раньше я для себя никак не рассматривала а сейчас заинтересовалась потом расскажу почему ну вот мы видим пример такого стильного кабинета салона где много книг красивое освещение видите какое не дешевое а вот цена этого торшера меня очень удивила для икеи как вы понимаете 24000 без 1 рубля это достаточно много но потом оказалось что в основании внимание мрамор вот это вот штука мраморная поэтому так дорого я все время присматриваю вот такие стеллажи желательно металлические вообще я хочу сказать что я люблю металлическую мебель мне нравится то что она крепкая изначально ну или должна быть таковой вот мне нравится что ее можно перекрашивать и она создает такую легкость мы с вами попали в отдел стеллажей и витрин именно из металла конечно все поверхности здесь вот открыты то есть это пылесборник но возможно здесь как раз нужно хранить те предметы которые ну призваны просто украшать интерьер не все это любят но тем не менее у многих таких предметов достаточно накопилось и куда-то их надо пристраивать вот тоже мне очень нравится эта тумба потому что вот этот элемент решетки металлической в сочетании с деревом при этом это легкая конструкция потому что когда решетка это все облегченный такой вариант витрины когда я была в Колумбии у родственников луиса очень много вот всевозможных витрин где хранятся раритетные вещи которые они получили по наследству которые перевезли из путешествий из разных стран и чтобы они не пылились они вот прекрасно себя чувствуют в таких вот витринах на самом деле у меня тоже очень много таких предметов которые ну как бы хочется чтобы были на виду хочется чтобы радовали глаз напоминали о чем-то вот но так как они являются пылесборниками то у меня они просто хранятся в картонных коробках в кладовой очень интересный светильник мне нравятся такие вот хранятся в кладовой и поэтому я все время рассматриваю какие-то 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 витрины чтобы наконец решиться и купить очень мне понравилась вот эта система хранения беста узкая 20 всего сантиметров вот ширина 20 сантиметров и в то же время достаточно много места для хранения а вот этот дизайн тоже системы хранения беста мне понравился тем что здесь использована фактура бетона такого черно-серого он как-то здесь очень черным получился на самом деле он более светлый более серый и серо-бежевый сверху в качестве столешницы мне нравится такой дизайн это не кухня не кухня кухня будет в отдельном видео это для комнаты вот дизайн дизайн этого интерьера мне на самом деле тоже понравился да себе бы я может быть такой не сделала но мне нравится с каким вкусом в каком стиле выполнена именно эта комната потому что здесь тоже как бы изображена студия которая делится на две зоны разделенных занавесками то есть как бы одна комната удлиненная зона спальни за занавесками и с обоями в розочки в эти жуткие розочки на самом деле розочки красивые а это зона салона гостиной да с фотографиями диваном журнальным столиком и вот таким ковром который имитирует ковер видавший вид на самом деле это конечно современный вот видите я целиком вам интерьер снимаю то есть зона спальни с цветами огорожена занавеской отделена занавеской а вот искусственные растения искусственные растения стоят достаточно дорого во всяком случае большая пальма в икее настоящая юка стоит две с половиной тысячи а вот это искусственное видите вот сколько стоит но зато она у вас не погибнет ничего с ней не произойдет как вы относитесь к имитации вот такого тропического рая в квартире я стала задумываться наверное я для начала куплю настоящую и если она у меня выживет то будет хорошо а если нет то тогда придется обратить свой взор на на уже искусственную ну вот показываю вам столы опять до этого было бюро вот этот стол такой же мне лично он очень нравится смотрите колесики можно передвинуть в любой момент опять же вот эта стилистика сочетания дерева и металлической решетки но это стеклянный столик он даже дешевле и вот хотела сказать обратите внимание значит в икее существует рассрочка на три месяца если вы покупаете от шести до тридцати тысяч а рассрочка на шесть месяцев если вы покупаете до тридцати тысяч и если свыше пятидесяти пяти тысяч то тогда на весь год это без переплаты получается ванная комната хотя это этажерка стеллажик угловые мне очень нравится и конечно это можно использовать и в любом другом помещении вообще люблю металлическую мебель но вы заметили что у меня уголок блогера это кровать куплена еще сто лет назад тоже кстати в икее и очень мне нравится как это всегда можно декорировать по-разному цветные подушки вот эта раскладная видите она превращается в двуспальную кровать поэтому получается очень-очень круто еще один столик ну и напоследок немножко моего аутфита дорогие друзья надеюсь вам понравилось видео жду с нетерпением ваших комментариев лайков дизлайков ну вы все знаете и мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео пока-пока и там но пока-пока пока-пока